В какой воде нужно купать новорожденного малыша? В данном случае кипячение будет единственно правильным средством дезинфекции. Однако есть в этом вопросе еще одна сторона медали, когда кипячение воды для купания новорожденного крохи необходимо. Если вода, поступающая из вашего трубопровода, имеет неприятный запах или подозрительный цвет, то она нуждается в кипячении. Вода подается в краны квартир уже в очищенном и отфильтрованном виде, поэтому боятся, что ваш новорожденный малыш заразится какой-либо кожной инфекцией, не нужно. Практически все родители задаются вопросом, нужно ли кипятить воду для купания новорожденного. Мое мнение, то вода для купания может быть обычной. При наличии в квартире фильтра для очистки воды, можно и вовсе не беспокоиться за новорожденного. Кипячение не смягчит воду, как считают некоторые мамы и папы. Прежде чем переходить к процессу купания, вам необходимо определиться с емкостью, в которой вы будете мыть новорожденного малыша. Ванна может быть большой, вместительной, либо же специальной детской, для которой не потребуется много воды. Когда в семье рождается ребенок, то молодые родители могут столкнуться со многими трудностями, среди которых далеко не последнее место. Занимает вопрос, в какой воде купать новорожденного ребенка. Нужно ли использовать марганцовку для купания новорожденных? Это средство нередко используется с целью дезинфекции воды для купания, а также в качестве профилактики дерматологических заболеваний у новорожденного малыша. Но то, что с пользой можно применять взрослым, не всегда является безопасным для младенцев, ведь их кожа еще очень нежная и чувствительная. Если воду нельзя прокипятить, но требуется дезинфекция, вот как нужно развести марганцовку для купания новорожденного возьмите небольшую мисочку, желательно белого или нейтрального цвета, и налейте в нее несколько кружек воды, достаточно будет и двух. Добавляйте в мисочку с водой марганцовый порошок постепенно и понемногу, опустите ладонь в мисочку и наблюдайте за цветом воды. Сквозь окрашенную марганцовкой воду должна быть видна ваша рука. Смесь должна иметь светло-розовый оттенок. Важно! Если вода будет очень темной, яркого, насыщенного цвета, то это может навредить кожному покрову новорожденного крохи. Не нужно добавлять марганцовку в воду при каждом купании новорожденного. Она пересушивает кожу и может привести к ее повреждению или занесению инфекции. Лучше подыскать полезные заменители этого вещества, способные дезинфицировать воду для купания новорожденного. С целью оздоровления и укрепления детского иммунитета и здоровья, можно добавить в воду для купания отвары различных лекарственных трав, цветков ромашки. Подробнее о ромашке для купания новорожденного ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, ИДЖИТИ подмигивающее лицо. Коры дуба, травы череды трехраздельной. Читайте о череде для купания новорожденного ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, ИДЖИТИ подмигивающее лицо. Но и с этими средствами нужно быть предельно осторожными, чтобы не переусердствовать и не вызвать аллергических реакций. Какие растения лучше использовать для купания новорожденного, и чем они и полезны? Отвар череды снимает раздражение с кожи новорожденного, помогает избавиться от потничек и прыщиков, ромашка, добавленная в воду. Прекрасно успокаивает и положительно влияет на пищеварение крохи. Читайте статью, чтобы узнать, сколько раз должен быть стул у новорожденного. ИДЖИТИ, 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 при купании в отваре коры дуба, улучшается кровообращение, вода с валерианой лекарственной оказывает снотворный. И успокоительный эффект, снимает головную боль у ребенка, чистотел, добавленный в воду для купания, заживляет микроскопические ранки, избавляет новорожденного от зуда и аллергических реакций. Следите за тем, чтобы отвары были некрепкими. В противном случае эффект от купания будет прямо противоположным. Создаем благоприятные условия для малыша. Немаловажным вопросом является то, какой должна быть вода для купания новорожденного. В первую очередь, это касается ее температуры. Чтобы четко ее измерять, вам понадобится специальный градусник, благо, сейчас в них недостатка нет. Продаются различные детские термометры для измерения температуры воды, в виде животных, фруктов, геометрических фигур и прочее. Не сильно нагревайте помещение, где собираетесь мыть новорожденного. Ребенку вредно находиться в комнате, где стоит жара, это может неблагоприятно отразиться на работе легких и сердца. Подробнее о рекомендациях по температуре в комнате для новорожденного ИДЖИТИ, 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 температура воды всегда должна быть не выше 37 градусов. Если перегреть воду, то можете обжечь малютку. Это приведет к тому, что в дальнейшем он будет панически бояться воды, и больше не захочет купаться. В первые дни жизни новорожденного его лучше ополоснуть чистой водой, либо же добавить в воду для купания немного травяных отваров. О том, как купать грудничка, смотрите в видео, конечно, вас будет интересовать вопрос, можно ли мыть новорожденного мылом. Все зависит от того, какое именно косметическое средство вы собираетесь использовать с этой целью. На сегодняшний день детские магазины предоставляют широкий выбор мыла, изготовленного из натуральных компонентов и без химических добавок. В них практически не содержится химии, только натуральные вещества, способные успокоить кожу новорожденного, снять раздражение и аллергические реакции. Детское мыло разрешается использовать для купания уже через несколько дней после того, как вы с малышом окажетесь дома. Выбирайте такое средство, которое не имеет запаха, ведь главное ваше задание – поддерживать кожный покров новорожденного в чистоте и не допустить развития дерматологических инфекций. Мыть ребенка с мылом стоит не чаще одного раза в неделю. Во все остальные купания достаточно просто обмыть малыша теплой водичкой. Как все успевать после родов молодой маме? Как часто кормить новорожденного грудным молоком?